А у нас представитель полиции, если можно, к нему вопросишь. А можно вы только представитесь, потому что, к сожалению, не знаю. Я в начале, почему исходила в полиции, Леденко Дмитрий Александрович. У нас там несколько вопросов. Должен был начальник прийти, я понял, который новый, к нему позже будут. К нему позже будут идти же вопросы. У меня просьба, если вы сможете ответить на ряд вопросов. Первое, когда возле центрального Дарса, на вот этой парковке, которая там уже неизвестно, что творится, все-таки наведем порядок, чтобы можно было там проехать. Там машину бросают, кто где хочет. Это именно вопрос, и недавно же даже авария была. Поэтому, ну, хотелось бы, писал по этому поводу обращения, чтобы там навели порядок. Есть видеокамеры, очень легко вообще в онлайн режиме видеть. Второй вопрос, это, ну, вот этот рейд по утрам у меня в городке и внизу полиция. Чтобы просто не злить людей, чтобы мы поняли, зачем. Это именно там криминогенная ситуация утром? Или, ну, почему там каждое утро стоит патруль? Ну, все люди интересуются и всем интересуются. Ну, вот скажите, просто каждое утро, я выезжаю, каждое утро их вижу. Я периодически с ними здороваюсь. Мне, чтобы понять, там какое-то у нас, ну, серьезное... Аварийно-опасный участок. Аварийно-опасный участок. Это воротки на подъеме и внизу, да? Ну, козлы стоят. Смотрите, у меня просто основной вопрос. То есть, это какой-то постоянный пост там будет? Тише, пожалуйста. По распоряжению генерала. Это распоряжение буддийского 10 марта. Вот, если можно, распоряжение это доведите для жителей, чтобы не возникало слухов, вопросов дурадких, чтобы там стоят по распоряжению генерала, там, и генерал Сокуренко поставил задачу в авиаторе и внизу, чтобы стояли эти два экипажа с утра, там, 2-3 часа, сколько надо. Понятно? Абсолютно не против, если есть распоряжение, чтобы это знали, а не хотят в цехе. Мы сейчас вникаем от этого. Можно по этому продолжению. По утрам, это же так и правильно. Стоит возле бургерной машинка, спрячется внизу куста, без выключения, без ничего. Любое нарушение их не интересует, кроме одного. Если водители подбирают попутчиков в Харьков, тогда включаются все сирены и погнали ловить бандитов. Все остальные, ты можешь ходить вдоль, поперёк, тормозить, задом ездить. Их это не волнует абсолютно нисколько. Добавлю ещё, вопрос интересует по поводу всё-таки расследования дел по коммунальному имуществу. Потому что у нас масса коммунального имущества, разбитого, украденного. Меня интересует, уже, наверное, полгода, задаю вопрос по статистике. Сколько раз в Горсовет обратился, и по каждому заходу, что конкретно сделали. Где открыто уголовное производство, где не открыто, где найдены преступления. Насколько я понимаю, вообще ни по одному случаю никто не найден. Кроме одного, там, человека, которого за знак, там, что-то дали ему два года, или что-то такое. Это то, что знак украл. Вот доведите эту всю информацию, чтобы мы всё-таки в конце-то концов узнали, по каждому случаю, что там случилось. Это вашего начальника. Я воспоминал, я передам слово снова. Да, ещё такой вопрос. Ну, понятно, у нас, как бы, городок, как говорится, там есть два у нас городка. Один, который до части, другой, который после части. Вот я проживаю там уже с 95-го года, ни разу участковый по квартирный обход не сделал. За всё вот это время ни разу не постучался, не спросил, что тут, как у вас обстановка. Недавно у нас обокрали квартиру раз. Недавно, там, полмесяца назад опять обокрали квартиру. Наркоманы, алкоголики. Вообще, есть они у нас или нет? Как таковые. Я извиняюсь, гаражи ещё крутят, да? Есть, есть участковые. Ну, такое ощущение, что, я понимаю, нас в плане города нет, но я же думаю, что в плане, ну, райотдела полиции у нас на эту территорию выделен какой-то один, хоть один участковый. Это не только на вашей территории. Я вас услышал, все время меняю. Только мы хотим. Ну, этому же вопросу предлагаю, чтобы тут, как раньше было, вот территория, вот улица, вот фамилия участковая, как мы в газете печатали не раз. Фотография и фамилия. Вот этот участковый обслуживает такой-то, как у меня, ну, я своих знаю, Чепенко Юра. Значит, Чепец, вернее. И чтобы это было вот тут. Стенды, вот, пожалуйста. Там, поэтому, оно было раньше, где оно делалось? Надо это возобновить, и чтобы люди и не спрашивали. Под улица, и мы, как депутаты, должны переписать или сфотографировать, и доложить своим людям, что у вас... Кстати, у нас много информационных стендов, можно, кстати, на них тоже работать. Да, вот там, да. Пожалуйста, девочки, все таки? Ну, ну, хорошо. Если нет вопроса, Гм. Александрович, тогда мы на пуск. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Антимович. До свидания. До свидания. Дорогие депутаты, все уже, да, вопросы все исчерпаны, признан тоже.